Биологической, я бы сказал, даже клинической литературы. По этому поводу у нас есть замечательный такой институт ФИАМ. Многие, наверное, знают, да, институт физики, Академия наук. И внутри этого института есть институт волнового генома, волновогенетики, который возглавляет Петр Петрович Горяев. И вот там, помимо, я имею в виду, зарубежных институтов, там тоже уже достаточно давно установлено, что язык является генной структурой, и именно поэтические принципы организации материи, они и мышление, и генома, и ДНКовых структур, генных структур, они все. То есть поэзия — это принципиально непридуманный язык человека. Это не наше измышление, это язык мира. И вот когда Сократ говорит в диалогах Платона, что мир, разговаривая с человеком, поэтическим языком, а Рапсот этот язык, поэт этот язык слышит, а Рапсот его доносит. Понимаете, то есть как бы все уже давно сказано, но просто хорошо и прочно забыто, и не объединено в некую такую общую цельную структуру. И когда Ницше в конце прошлого века говорит, если мы хотим иметь красивую, развитую, динамичную цивилизацию, как она была эллинов, мы должны строить цивилизацию так же, как ее строили эллины. Эллины ее строили на певце-поэте. И это была почва. И вот мы должны понимать, что все уже сказано, что эти все мысли имеют очень давнюю историю и очень фундаментальную историю. И слава Богу, у нас есть инструмент, у нас есть русская авторская песня, у нас есть русская поэзия, с помощью которой мы можем поднять нацию. Возможности языка, как говорит один из блистательных умов 20 века, Людвиг Витгенштейн, австрийский логик и философ, он говорит, возможности моего языка это возможности моего мышления и возможности моей жизни. Извините, на сегодняшний день нация кодируется языком в 300 слов. Все вот в телевизор, радио, что не включишь? Эти песни, которые не превышают... Я не говорю о таланте этих певцов-исполнителей, да, это отдельная история. Но тот язык, которым кодируют на сегодняшний день нацию, а песня это система кодирования, это известный факт уже на сегодняшний день клинический. Мы кодируемся языком в 300, в 400, в 500 слов. Это словарь, в общем-то, поленезийца. Понимаете? На этом языке ни наука, ни медицина, ни физика, ни математика, ни ракеты, ни компьютеры существуют принципиально не могут. Поэтому, что поем, в то и обращаемся. Это, опять же, Ганс Георгий давно рассказал. И я поэтому с удовольствием хочу представить вот Славу Вячеславу Кренбриду. Эти песни все-таки нас обращают в «Хлору Сапиенс» и в русских людей, что очень важно. Слава Вячеславу. Если можно, я сообщу. Значит, у всех есть ошибки, кроме одного человека, который просто других не указывал, кого не знал. Я просто зачитаю несколько. Ну, Пушкин, Тютчер, Блок, в конце это было не так сложно. Ну, это писалось человеку, который прислал в первом ряду. Это было не сложно. К сожалению. Савельева, второй ряд, назвала Цветаеву, Гиппиус, Бумилёва, Ахматова. Да, Цветаева была вторая. Первый был Блок, потом Цветаева по две песни. Гиппиус еще не звучал, я вот спою песню Бумилёв. Бумилёв был, и после этого Сероглазый Король была Ахматова. Так, это мы уже отложим публикеры, это будет поощрено. Мандельштам, Цветаева, Бумилёв, Ахматова. Мандельштама пока не было, я тоже спою. Но вот интересно то, что прислал ученица 11-го Б. Это не обязательно поощрено. Саша Черный, Маяковский. Да, была такая связка, сперва был Саша Черный. Пробуждение весны и потом. А стихотворение вам было пропитано. Маяковский. Только два стихотворения. Катренко и Елена присылали. Вот безошибочно. Первый ряд, шестое место. Четыре поэта были указаны и была соответственно их очередность соблюдена. Это блок Цветаева, Бумилёв, Ахматова. Первый ряд, шестое место. Это кто у нас? Это вы, да? Дайте мне, пожалуйста, лазерный диск. Продолжайте изучать. АПЛОДИСМЕНТЫ Есенин, Цветаева, Есенин еще будет, который он был уже написан. Рассказали на теряющую, на что петь, никакие стихи. Цветаева, правильно было это было стихотворение, потом был лук, и на смерть Есенина, помимо непонятного, о ком шла речь. Значит, Есенин нашел. Сероглазый король. Цветаева, да. И считали, что он на смерть Есенина. А, это не цель. И блок. Да. Это, к сожалению, две ошибки. И в очередности тут ошибки. Последняя песня блок. Ну, этого мало для победы. Там две записки, одна женщина. А как это объединить? Я не трогаю это сделать. Я тут по почерку... А это на календаре, да? Примена. Блок, дальше Ахматова, Гумилева, Ахматова, блок. Если в такой последовательности тоже начинал нашли. Ну, это все будет, бессловно, поощрено. Минум календарь там. Саша Черный, Маяковский, Храни меня... Три песни, да? Три подряд. А вот не подсказали строки-то, а я их вспомнил. Сразу же как перестал волноваться. Тут как фотограф встал напротив меня, и у меня сразу паралич. Как у змеи перед рыбочкой. Модельштадт Цветаев, Гумилев, Ахматова. А, я как-то читал. Сейчас у меня тут победитель есть еще. Все участники получат по буклету все равно. Чтобы он не мучился. Нет, я мучиться не буду, я просто еще одним лазерным. Так, Цветаева, Гибиус, Гумилев, Ахматова. Это я. Еще где же у меня? А вот, без ошибки, два блока, идет Цветаева. Ошибка Пастернак, Ахматова, Гумилев, Ахматова, Пастернак тоже еще прозвучает. Цветаева, блок, Гумилев, Ахматова, блок Ахматова. Опять-таки ошибка. Вот это что? Значит, кого же без ошибок-то вообще нет? Без ошибок нет. Без ошибок нет. Ну, были один. На клетчатом листочке было довольно правильно. Клетчатый листочек? Да. Это его прошел. Дайте клетчатый. А клетчатый. Вот я говорю, два блока, две Цветаева, Пастернак Ахматова. Вот клетчатый. Да, вот это вот. Ну, одна ошибка, но там нет концовки. Так. А концовки там есть? А кто был последний порядок? Да. Да. Дальше какие последовательности? А? Чёрный? Да, это Диана Растуховича. Лазерный. А! Да. Лазерный. Ещё пожалуйста, Bueno. Ещё пожалуйста, Старджанин Дима. А остальные участки по критике и крильдарике. Нет. А! Спасибо! Кстати, товарищи. Ага. Хорошо, ребята! У вас клетчика и листочек? Да. Вон, у кого клетчика и листочек? Значит, ушел. У вас на глазах есть, наверное, ушел. А как? Есть, ушел. Есть еще 7. Спасибо. Остальные обладатели этих записок, вы подойдете к второму делению и получите клетчика и листочек. Можно даже с автографом, если вы хотите, попись иметь. А сейчас приступаем. Жарко, что я не нужно, не закратирую. Жарко, что я не буду, не закратирую. По траве ползет туман У плетня на Косогоре Замелел мой сарафан Замелел мой сарафан В чатах звездного налево Обомлели до поля Я знаю, ждешь ты королева Молодого короля О коромыслам серб дороги Плавно по небу скользит там за рощей По дороге Раздается звон копытый Едет в садник Загорелый Крепко держит у тела Увезет тебя он смело В чужие дальние края Отряды вечер Гаснут зори Слышим четких раб коня Ах, постой На Косогоре Королева У плетня Ах, постой Ах, постой На Косогоре Королева У плетня Ах, постой Это был Есенин Кем-то объявлен не ошибочно На стихи Мережковского Кто любит? Темнеет В городе чужом Друг против друга мы сидим В холодном сумраке ночном Страдай, мор И молчи Страдай, мор И молчи И оба помнят И давно Что речь бессильна И мертва Чем сердце бедное Не больно Того не выразят слова Того не выразят слова Не виноват Никто ни в чем Кто гордость победить не мог Кто будет вечно одинок Кто любит? Должен быть рабом Кто любит? Должен быть рабом На стену На стену Влюблено В окнах Потух вечерний Полусвет Любить научит Смерть одна Все то, к чему Возврата нет Все то, к чему Возврата нет Не виноват Никто ни в чем Кто гордость победить не мог Тот будет вечно одинок Кто любит? Должен быть рабом Кто любит? Должен быть рабом Кто любит Тот будет Город и Костя Продолжение следует Любивший до смерти твое Страданием и честью печаль Прогонит, прорежет его острие Богровые наши туманы От смрада клевет не угаснет огонь И лавр на члене гулянет Георгий, Георгий, где верный твой конь? Георгий, святой, не обманет Георгий, 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 где верный твой конь? Георгий, святой, не обманет О, близко, вот хруст перепончат икры И брюхо разверстает змея Дрожит, чтоб святой и тебе не отмстил Твое блудодейство, Россия Дрожит, чтоб святой и тебе не отмстил Твое блудодейство, Россия Я думал, дадут отдыхать, чтобы говорить Перейдем к лирике Нынче ночью кто-то долго пел Далеко скитаясь в темном поле Голос грустный удалью звенел Пел о прошлом счастье и о воле Я открыл окно и сел на нем Ты спала, я долго слушал жадно Сколь пахло рожью и дождем Ночь была душиста и прохладна Что в душе тот голос пробудил Я не знаю, но душа грустила И тебя так нежно я любил Как меня когда-то ты любила Нынче ночью кто-то долго пел Далеко скитаясь в темном поле Голос грустный удалью звенел Пел о прошлом счастье и о воле Я сейчас покажу песену на стихе этого поэта А может быть, он даже не узнает, что он сделал Жестко черный листвой Шелестит и трепещет кустами Словно в снежную даль Убегает в испуге В белом поле стока Косовор и забытый овчарник Тону белым дымом Разгулявшийся в юге Дымный ветер кружит И несет в небе ворона бога Конский след на бегу прошит Заметает Вон прохожий вдали Истомлен на пути одиноко Мертвым шагом он мерно и тупо шагает Добрый путь человек Далеко до села до ночлега Он не слышит И тем только пола Лук ловнет А куда и спешить против холода Ветра и снега Проделись мы в снегу В юг нас из коров Лук ловнет Занесет равнодушно Как стог Как забытый овчарник Хорошо ей у нас на просторе великом Бесприютная жизнь Одинокий над бурей густарник Не тебе одолеть в поле темном Идите векам Добрый путь человек Переход до села до ночлега Он не слышит И тем только пола Лук ловнет А куда и спешить против холода Ветра и снега Родились мы в снегу В юг нас из коров Добрый путь человек Добрый путь Пришла записка Которую хотелось бы зачитать Именно сейчас Есть ли песня на стихи Савагуба Ну вот я скажу Что Труднее ответить на вопрос На кого нет Конечно на Савагуба есть Но если вы Зададите более сложный вопрос Скажем Арсений Дарковский Или Юрик Иванов Я тоже Тоже отвечу Что есть Именно наука Оржарина Как раз за кулисами Просил очень Наука Оржарина Не писать на графоматов Он считает Что Брюсов Не достоин Я с этим не согласен Потому что У Валерии Брюсовой Есть Своя Очень Точная Поэтическая стезя Просто написано Очень много стихов Они не все Переходят в качество Но это То же самое И в тушетку У любого поэта Просто У Пушкина Почти все Гениально Или по крайней мере Имеет место Называться поэзией Поэтому он и гений А у менее значимых поэтов Меньше КПД Но это не означает Что не надо писать Так вот Что самое удивительное Что Коржарин Первые стихи Блока не узнал И я вам скажу Больше того Мой любимый поэт Александр Межеров Когда я услышал Слава мне подарил Кассету Еще черновую Я слушал стихи Которые я наверняка знаю Я в них открывал Понимаете Мне они по-другому открывались Я уже не говорю О таком поэте Как Саша Черный Поэтому вот Мы еще и может быть Не осознаем Того что происходит На наших глазах Умение прочитать Стихи Не всем дано Это удивительная вещь Я только Уже Окончив Московский университет Став математиком И профессиональным литератором Понял Что я Только научился Понимать поэзию И Хорошо что были нормальные Учителя Аполлина Абрюсов А ведь это совсем не так Иногда учителя Находятся совсем С другой стороны И язык ограничен Тремя словами Чем не самыми лучшими Вот наши дети Они сейчас испытывают Такое виртуальное давление Отрицательного языка И это страшно Сологу Слава Нет я сейчас На Сологу Не подготовился Хотя на него есть Больной альбом Дело в том Что он готовится Он пропит в студии Еще не вышел И к выходу Этой кассеты Она уже будет Где-нибудь В районе сотой Я Несколько песен Возобновлю Просто сейчас я работаю Над другими поэтами В частности Вернулся к Бродскому Два альбома у меня Было написано В виде тех двух В виде тех кассет Которые вы видели В перерыве А тем не менее Я все-таки Обещал Что прозвучат Песни Фамилии Которые были произнесены Это Пастернак Мандрештан И Реоний Иванов Тоже Не обхайванов А у нас еще Впереди Я просто Этим даже горжусь Выйдет В качестве аккомпаниатора Георгия Администратора Валентина Пономарева Который будет помогать Своей ученице У него Несколько учеников Которые Готовят Для вас Для ваших школ Концертные программы Из Пятнадцатилетних Четырнадцатилетних Ребят Шестнадцатилетних Которые Уже это поют Я просто счастлив Что во всяком случае Эти дети Уж точно спасены Но Тем не менее Пастернак Ты Так играл Эту роль Я Забывал Что сам суфлён Что Будешь Петь И во второй Кто Первый Не Заблёк И Нескорее На рубе Казатка Я В одном Крыме Ты Так Играла Эту роль Как Гневец Шлюз Коррой Скотов Скотов Рассвет Расклыхнет Свечи Зажжёты Пусть И в цель Стрижа Напоминанием Влечу Да Будет Аж Жизнь Смежа Заря Как выстрел В темноту Баба И Тухнет На леду Пожар Лжейного Бежа Да Будет Так Жизнь Свежа Еще Снаружи Ветерок Что Ночью Ржался К нам Дража Зарюшим Дождем Продруг Да Будет Так Жизнь Свежа Он Поразительно Смешон Зачем Сдавался Сторожа Он Видел Вход Неразрешен Да Будет Так Жизнь Свежа Поверевай Пока Самоходка Пока Ты Госпожа А Пока Рамест В Бать Мах Пока Рамест Не Угас Пожар Поверевай Пока Рамест В Самоход Това Ты Госпожа Пока Погамест В Бать Мах Пока Рамест Не Угас Пожар Твоим узким плечами Под печами краснеть Под печами краснеть На морозе гореть Твоим детским рукам Утюги поднимать Утюги поднимать До веревки вязать Твоим нежным ногам По стеклу босиком По стеклу босиком Да кровавым песком Ну а мне за тебя Черной свечкой гореть Черной свечкой гореть Да молиться не сметь Аплодисменты Аплодисменты Одна песня Георгия Ивановна Перед тем, как будет Лена с Григорием Вновь с тобою рядом лежа Я вдыхаю нежный запах Тело пахнущее во море И минданным молоком Вновь с тобою рядом лежа С легким головокружением Я заглядываю в очи Зимней морской воды Я заглядываю в очи Зимней морской воды Влажно я целую губы Телую целую кожу И глаза мои ослепы В темном золоте полос Словно я лежу в облазках Рыжими лучами солнца На морской песке И ветер пахнет горьким миндалем И ветер пахнет горьким миндалем Вновь с тобою и ветер пахнет горьким миндалем И ветер пахнет горьким миндалем И ветер пахнет горьким миндалем Спасибо Спасибо, Анатолий Григорьев И вот эти слова Есть еще один заказ на Ивана Крылова То, что у тебя есть, это я знаю Ну, помнишь ли ты? Знаете, это просто Ну, мне немножко скучно петь Конечно, есть 28 басен По стихе Ивана Крылова И там и известные, и менее известные Это не реклама, кассет. Возьмите кассету, там целый альбом, причем составленный в виде спектакля. Просим, Лена Григорьевна. Аплодисменты. Анна Ахматова «Золотые слова». С первым звуком взлетевшись в руяля, я шепчу тебе «Здравствуй, князь!» Это ты веселя и печаля надо мной стоишь наклонясь. Но во зоре упорном и странном угадать ничего не могу. Только в сердце моем окаянном золотые слова берегу. Ты когда-нибудь скукой томимый их прочтешь на чужом языке. И подумаешь мне, серафимы оснащают корабль на реке. Но во зоре упорном и странном угадать ничего не могу. Только в сердце моем окаянном золотые слова берегу. Марина Цветаева «Притча». Полюбил богатый бедную. Полюбил ученый глупую. Полюбил румяный бледную. Полюбил хорошей бредную. Золотой бабушку бедную. ПЕСНЯ 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 Не люби хорошую, грядную, Золотой по ушку милую. Золотой по ушку милую. Иван Бунин, пустая речь. Мы рядом шли, но на меня уже взглянуть ты не решалась. И ветре мартовского дня пустая наша речь терялась. И лезь тужи облака сквозь сад, где падали капели. Бледна была твоя щека, и как цветы глаза осенели. Уже в полу раскрытых уст ей избегал касаться взглядом. Но мы еще положим на пустотельный мир, где шли рядом. Мы рядом шли, но на меня уже взглянуть ты не решалась. И в ветре мартовского дня пустая наша речь терялась. Анна Ахматова. Несказанная речь. Таинственные встречи, пустынные торжества. Несказанные речи, безмолвные слова. Неискренные взгляды не знают, где им речь. И только слезы рады, что можно долго течь. Шиповник под Москвой, а мы при чем-то тут. И это все любовью бессмертное зовут. Таинственные встречи, пустынные торжества. Несказанные речи, безмолвные слова. АПЛОДИСМЕНТЫ Марина Цветова, Смирение. АПЛОДИСМЕНТЫ Высокой гористи моей. Смиренные следы на синей варежке моей. Две ласковых слезы Продрушит церковь кемороз. Пора дыхания густ И симлада нам слилось. Дыхание наших уст Ответили вы дружок. Смирение всего Среди других дымов, дымок. Дыхание моего Безукоризненно все равно. Во всем родном краю Прославленный проститель друг, Что в варежках стою В высокой гористи моей. Смиренные следы. Смиренные следы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот она такая, сын и жильбесни, вышла в концертном зале Василия Валентина Пономарева. Спела, кстати, мне эту жильбесни. Конечно, Лена это не знала. Я и точно так же вышел на этот зал, посылал руку. У нас в 21 веке, надеюсь, все нормально, как вы думаете? АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Приглашайте их. Вообще, кстати, тут к организаторам надо будет обратиться. И Толя Неман, и ученики Григорий. Они всегда в Вашем распоряжении с этими концертными программами. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что мы, может быть, сейчас самое время об этом сказать, планируем в новом сезоне сделать цикловые встречи клуба любителей поэзии. И каждая будет посвящена одному из поэтов, который заслуживает нашего внимания. Мы начнем, наверное, с блока. Так что вы все потрясальные наши участники и гости. И тогда, я думаю, что вдоль культуры Зодчия уже действительно мест будет не хватать. Потому что многие еще и знают о том, что происходит. Жизнь сейчас очень насыщенная. Люди заняты. Но поэзия, она набирает. Набирает. Мы чувствуем это по книгам, по интересам. Поэтому дай Бог сил, славе и всем нам дожить до этого счастливого момента. Раз. Я понимаю, на конкурсность вот этой ситуации. Но дело в том, что мы организаторы и мои друзья, боясь переношвага, наоборот, дали билеты один в один. А получается, что когда билеты бесплатные, надо их давать два к одному. А литрик к одному. А боясь, что вдруг тут в проходах будет лед стоять. И чтобы не попадать в конфузность этой ситуации, попали в другую. И народная дроба сюда еще не продогла. Хотя стены этого дворца заслуживают мероприятий очень хороших и соответствующих вот этим стенам, соответствующих хозяевам. Это замечательные люди. Ну и это еще не конец концерта, но к слову пришлось. Осень, мертвый простой, углубленные грустные дали. Завершительный робот, шуршащий хрестлою ветров. Для чего не за мной ты, о друг мой, в ночах вы в печали? Столько звезд в них сияет, в предчувствии зимних снегов. Я сижу на каналах, чьи дрожат беспокойные ставни. И в трубе без конца, без конца звуки чьей-то войны. На лице у меня поцелуев вчерашний, недавний. По лесам и полям протянулась дорога судьбы. Заливаясь, поет колокольчик и тройка бежит. Старый дом опустел, кто на плеты стоит на пороге. Этот плачущий кто? Ах, лист божевлевший шуршит. Этот лист, этот лист, он сорвался, летит, упадает. Бьются ветки в окно, снова ночь, снова день, снова ночь. Не могу я терпеть, кто же там так безумно рыдает. Замолчи, о, молю, не могу, не могу я помочь. Это ты говоришь сам собой и себя надвергая. Колокольчик, вернись, с привидениями страшно мне быть. О, глубокая ночь, о, холодная осень немалая. Непостижность судьбы расставаться, страдать и любить. Браво! Браво! Здравствуйте! Через мир, надо сказать, не назвали того поэта. Я не назвал, это был Иван Гунин. Тогда две песни. О прошлом и Добрый был человек. А сейчас кто-нибудь угадает? Кто-то из поэтов. Константин Пальмонов. Давайте немножко что-нибудь повеселее. Это было у моря. Вы уже знаете? Это было у моря. Где шумная пена. Где встречается ветка. Городской мемпаж. Королева играла в башню замка Шопена. И, внимая Шопен, полюбил в нее пашню. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила. Перерезать гранат. И дала плавину. И пожар. И стынила. И пожар полюбила. Вся мотива. И сонат. А потом отдавалась. Отдавалась. Грозола. И дала плавали. До рассвета ровы. Проспалалась пожар. Это мыло у моря. Где на березовом. Где журная пена. И сонатом. Пожар. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Потому что у одной, ну уже можно считать, почитательницы моих произведений есть дочка и сын, которые без конца слушают эти песни, а им 10, 11, 12, 13 лет, и они уже общаются на этом языке. Для меня это не менее знаково, это меня приобретает значительно больше, чем поглаживание по головке многих тех, которые меня пытаются там усыновить, там похлопать по плечу. Именно то, что дети начинают это слушать, для меня это самое важное. Можете мне поверить, я не лукавлю. И представьте себе, что ту песню, которую я сейчас спою, по ее заявке, ей 13 лет, девочке. Она попросила, чтобы я спел эту песню. Когда в листве сырой и ржавый, а рябины зарвеет гроздь. Когда палач рукой костлявый, вобьет в ладонь последний гвоздь. Когда над рябью рек свинцовый, строй и серый в высоте. Предвигом родины словы, я загочаюсь на кресте. Когда просторно и глубоко смотрю сквозь кровь, предсмертит слез. И вижу по реке широкой ко мне плывет в челне Христос. В глазах такие же надежды, и тоже любящий наем. И жалко смотрит из одежды, ладонь пробитая гвоздем. Христос, родной простор печален, изнемогаю на кресте. И чем твой будет ли причален к моей распятой высоте? Когда в листве сырой и ржавый, и рябины зареет гроздь. Когда плач рукой костылявый, вобьет в ладонь последний гвоздь. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэты не угадали? Александр Блок. Кстати, совершенно случайно администрация нам очень помогла. И сказали, я обшарил все магазины, все выставки, все прилавки. Не нашел нигде портретов, увеличенных поэтов. Композиторы есть, поэтов нет. А раньше они были методическими пособиями. Раскуплены. Да, настолько раскуплены и не переизданны. Это удивительно. Тем не менее, нашли вот среди четырех поэтов, которые нашли. На них у меня есть, конечно, альбомы, в первую очередь на Блока. Я очень обрадовался, это для меня знаменательная, леха, знаковая. То, что нашли, так сказать, не зная, что придется, нашли его портрет. А как хорошо, что Светлов присутствует. Это один из тех поэтов, кто доказал, что песня нужна. Да, Гринандов, который написал Герковский. На пороге девятого мая хочется спеть одну песню из цикла «Довольно». Вы поймете, почему «Довольно», потому что нам уже надавилось все, что с нами происходит в течение столетов. Блок сказал, открой мои книги, в них сказано все, что случится. И все случилось. В восемьдесят девятом году я написал эту песню незадолго до Карабаха, поскольку я являюсь офицером запаса. Я все-таки чумил, что в воздухе пахнет гражданской войной. И война началась. К сожалению, один свет идет война. В разных точках и конца этого не видно. Теперь именно наши сыновья, братья. Погибают, казалось бы, в мирное время. Что самое страшное, все остальные к этому привыкли. Петроградское небо мутилось дождем. Петроградское небо мутилось... Петроградское небо мутилось... В этом поезде тысячи жизней, цели, Боль разлуги, тревоги, любви, Сила, юность, надежда в закатной долине, Были дымные тучи в крови, И, садясь, забивали порядок одни, А другие не власть, а ермога, И кричали «Ура!», и шутили они, И тихонько крестилась рука. Вдруг под ветром заметела опадающий лист, Раскачнувшись в фонаре, забегала, И под черной тучей веселый гарниз Заиграл как правление. Сигнал и военною славой Заблакал рожок, наполняя тревогой Сердца грыханье колёс, И охрипший цветок заглушила «Ура!» Без конца! И последние скрылись во мгле бухера, И сошла тишина до утра, А с дождливых полей Всё неслось на «Ура!» Грозным крики звучало «Ара!» Грозным крики звучало «Ура!» Грозным крики звучало «Ура!» Поэзия у нас всё-таки русская. Смотрите, каплю только вы прослушали Того, что написано в ХХ веке. А если бы кто-то сумел донести до нас Всю эту поэзию, Вот воспринять бы её целиком, Понимаете, это то, что ни в одной стране Нету близко. Я был в Америке, выступал перед поэтами, Практически те, кто пишут, Те и слушают, Или те, кто изучают. Нет читателей. И Бродский умирает. Мечтал о том, что В каждом супермаркете Продавалась бы книга Американской антологии. Американцы покупали бы Из чувства фанатизма и патриотизма. Потому что никто не знает Там своих поэтов. Если его не изучают, Бесполезно говорить. В Грузию приезжаешь, Называешь поэта имя популярного. Знают все. Мало до велик. Страна музыкальная, поэтическая, Песенная. Америка в этом плане Мертвая абсолютно страна. И это ужасно. И поэтому Бродский Получил Нобелевскую премию там. Потому что Не только он генеральный поэт. Потому что практически Он начал писать на английском языке. Там ему не с кем совершенно соревноваться. Поэтия Либо модернистская, Которую никто не понимает. Есть один поэт Фронтовик, Уилл Джей Смит. Его 80 лет. Потрясающийся поэт. Его никто не знает в Америке. И мы не имеем права не знать свою поэзию. А если наши дети не будут знать, то России не будет. Это абсолютно точно. Что бы мы ни строили, какие бы мы города ни возводили, они будут мертвы. А некому будет возводить. Ведь Осип Монтельштам как раз сказал. Это же слова Розанова Василия Васильевича. Что мы – нация слово. Мы литературная цивилизация. Недавно Панченко повторял, знаете, нашу историку, да, Александр Михайлович Панченко. И Розанов сказал, что истинный русский человек выше русской литературы. И Монтельштам, очень большой прочитатель и ценитель Василия Васильевича Розанова, он говорил такую фразу, что два поколения без высокого русского языка, и мы как нация прекращаем свое существование. И в этом смысле Аристофан сказал в свое время великую фразу. В пьесе «Лягушка» там есть такой блистательный диалог. Аристофан говорит, у детей есть учитель, а у взрослых есть поэт. Ты, пап, сами спрашиваешь, для чего нужен поэт? Чтобы спасти Отечество. АПЛОДИСМЕНТЫ Так что мы просим Вас тоже высказаться о том, насколько интересно то, что Вы услышали. Не о комплементарности, а просто ради того, чтобы Слава мог дальше работать с большим осознанием. Потому что я помню, что самое главное для автора – это отзыв читателя. Когда у меня вышли 20 с лишним лет назад стихи в литературной газете, я получил письмо из далекого Волгограда для меня тогда. Это было потрясение. Потому что кому-то это нужно, кто-то это прочитал, и мне сказали, что Ваше солнце светит и нам в Волгограде. Нет, я уже прошел вот это счастье и рекламный по поводу того, что кому-то нужно. Небольшой такой маркетинговый замер. Видите, сегодняшняя совершенно слава. Такое ощущение, что надо сразу зубы чистить, держать. Показал, что в школы, вот нам прислали округа заявки предварительные, ежегодную потребность в этих альбомах, которые уже сделаны, созданы. 5 миллионов 500, 6 миллионов кассидов в год. Восьмой, девятой, десятый, одиннадцатый класс. И сейчас готовит институту совершенствования учителей программу для двенадцатилетки, разрабатывать законодательство. И туда уже вводит это уже как метод посуды изучение русского языка. Для изучения поэзии. Хотел бы я спеть песню на стихе Волошина. Вы знаете, ничего страшного, в принципе, нет того, что вы не называли поэтов. Мне иногда кажется, я сам себя думаю, вот я у людей спрашиваю, а сам-то думаю, всегда ли отвечу. Ну, конечно, на те стихи, которые я выбрал для альбома, это я, несомненно, отвечу. Но хорошо и четко ли я разобрался, что это к тому направлению, либо к этому. В Керчи был у меня в прошлом году очень знаменательный для меня концерт. Ну, зал был волнен. Хотя он где-то был такой же по размеру. А по мне в деле не за долго. У меня за три, за четыре. А здесь и в московском комсомольце, и по телевидению. И все равно это достаточно удивительно. Нет больше влюблений, чем в анчатах. Почему иногда получаются такие сливы. Тем не менее, я задавал те же самые вопросы и в зале, в Керчи, уже, так сказать, пока де Юра в Украине, 70-80% поэтов называли. Включая такие грекки, как Георгия Шиньеля. В том числе, конечно, Волошина, там, рядом, как теперь. Прямо из зала. Волошина. Или Рюрика Ивнева. Все поэты «Серебряный мир». Либо еще там. Меня это так взволновало, я понимал, что это так им нужно. Тем более, им это нужно. Потому что они цепляются за язык. Они тоже лучше нас понимают. Мы, что и имеем, не храним. У нас поэтов, то, что вот сказал Александр Мерезая, я ему очень признателен. Потому что он посетил и нашел время, понимая важность этого события. Дело в том, что у нас поэтов, к сожалению, столько, сколько хватило бы любому народу на несколько тысячелетий. Любому. Финскому народу. В Дании. Американскому. Американскому. У нас одного поэта хватило бы им на сто лет. И они бы там сдували бы пыль с каждой его там авторучки. Вот здесь он сидел, около Эды Перезы стоял. Бродского бы им. Бумнина, Блока. Ходосевича, Молошина, Анинского, Сологуба. Они бы сто лет, они бы, так сказать, трубили вообще в конце. А у нас вот такое событие нашего языка. Но самое интересное, почему у нас только поэтов, а потому что у нас язык такой. Правильно, Саша? Поэтому и поэтов стоит. Гоголь сказал русский язык, язык поэта. Но я пою сейчас. Давайте лучше послушаем, а то я сейчас начну говорить и не остановлюсь. Я не сам ли выбрал час рождения, века царства, область и народ? Что пройти с муки и крещения совести, огня и вод? Апокалиптическому зверю, вешеный в зияющую пасть, Павший ближе, чем возможно пасть. В скрежетели и в смраде верю, верю в правоту верховных сил, Расковавших древние стихи из неотравукленной России. Говорю, ты прав, что так судил, надо до алмазного закала Проколить всю бездну бытия. Если ж дров плавили печи мало, Господи! Вот плоть моя! Если ж дров плавили печи мало, Господи! Вот плоть моя! Вечером Спасибо! Если есть какие-то вопросы – или пожелание – ну не вас, Крылова, он не вписывается, так сложился концерт! Матышка и очки. Есть какие-нибудь? Пожалуйста. Что? Да, пожалуйста. А, конечно. Знаете, я вас слышала лет шесть тому назад. Ваш стык головой. Меня на столе так подвеснул. Ваши пять пластинок я слушала в два вечера, когда могу. И вот, вы знаете, я поняла, что ваш голос из сцены, он в моем памяти... Я всегда различу голос Весомского, а тут жало. Мы выросли на этих пельцах. Но когда еще В, Т, О, Бой, но вот В, Парикова, Ваши, Ваш голос... Если вы чувствуете счастливы, вам большое спасибо и за ваши прекрасные романсы, песни, и за вашу голос, и за вашу нервность, и ваши курсы. Спасибо вам большое. А по какому-то романсу, я должна сказать, вы знаете, я очень люблю старинный русский романс. Но что вы счастливы избежали этого цыганского надрыва. Ваши романсы, удивительные романсы, это романсы 20-го века, вот и 21-го. Вот мне в них очень дорогая интеллектуальность, нет этой, знаете, пьяности, язык. А есть интеллектуальность, чувство, беда, благородство, прекрасный вкус, низкий вам подвод. Дай Бог вам здоровья и счастья. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. А можно я обыгрызнуть мою песню «Романс наглубо»? Да, пожалуйста. Юго-Восток, города Москвы, Станислав, и у нас здесь нет, Станислав, и у меня, товарищи, товарищи. Мы встречались с вами много раз, я вас знаю, давно. Много лет. И словистике школ, знакомых с Ларом Кожевским, вообще уникраде мнение Станислав Кринфич. Отдаренный человек, и нам, конечно, его поэзия, его метод очень нужен в школе. Поэтому мы надеемся, что вот те дожданные деды, кассеты, они являются в результате школы. Потому что эта разминочка, это путь в поэзии душам наших детей. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мы очень часто в последнее время, причем не только у нас, мы уже даже за границу, и себя успели убедить в том, что вот это вот цыганно-пьяное что-то, это и есть русское. Это и есть антирусское, понимаете? К русскому это не имеет никакого отношения. Русская культура, это интеллектуальная, это высокого духа культура, понимаете? И вот все эти имитации, которые а-ля Русс, они совершенно перебивают это и превращают нас в совершенно какую-нибудь другую нацию и выдают просто, я не знаю, ну вы понимаете, да, что происходит? Перерождение просто такое. Очень большая самоценность того, что сделал Слава, в том, что сказал наука Жавина. Видите, он сказал, что на Пушкина написать невозможно, как на всякого гениального поэта, нет зазора. Ведь почему писемные стихи часто не выдерживают критики без музыки? Потому что они пишутся на музыку. И когда они пишутся на музыку, то все, они уже вынуждены оставлять эти пустоты, потому что музыка уже завела. Поэтому написание вообще на стихотворение музыки безумно тяжелое. На стихотворение того уровня Серебряного века, Золотого века, на который пишет Слава, удается написать одно-два, но может быть несколько песен, прекрасным даже исполнителям, прекрасным барьям. Потому что они занимаются своим творчеством. Как правило, они пишут свои стихи. Возьмите Галича, возьмите Высоцкого, возьмите Акуджаву. Это все замечательно, но это не та поэзия, на которой выросла русская культура. Это современная поэзия, на ней учиться нельзя. К Высоцкому, казалось бы, Высоцкого знает вся страна. Но ведь никто его не читает в таком широком плане в стиховом. Потому что его очень тяжело читать. Вот поэт очень серьезный, крупный поэт, трудный. И прийти к Высоцкому, не читая поэзию 19 века, невозможно. Мы все время все ставим с ног на голову. И поэтому очень трудно во всем этом разобраться. И вот здесь появилась систематика. Можно взять и послушать, действительно, нашу поэзию, начать с Азов. А как вы не крутите, Азе это то, что писалось, это Державин, это Яковский, это даже Ломоносов. Без этого невозможно. Нужно приходить к современной поэзии. У нас вот как раз, извини, я не перебил, я хочу вот ровно сказать в эту же стройку, да, что, помните, я говорил, что весь мир приходил через песню к поэзии, а у нас сначала возникает поэзия, возникает сумасшедший язык переводчиков, и только потом возникает песня на литературные стихи. Но за счет этого, вот, Валент, ты совершенно правильно сказал, что язык у нас развивался столь стремительно, а Европа и все остальные народы шли через песенные фазы, а у нас вот этот вот язык сумасшедший вылетел, русский великий и могучий, и он оторвался от народа, народ не поспел за ним, понимаете? И вот это вот, вот это возведение фактически двух наций, которое произошло, это недавно Василий Быков как раз правильно говорил, что революция 1917 года это революция двух языков. Один язык взлетел, другой камень, за ним не поспел, песни не было. И вот скрепление нации и возведение ее действительно в великорусскую нацию, это нуждается именно то, что овладеть этим механизмом, чтобы язык подсознания стал высоким русским языком. Это может сделать только песня. Вот чтобы Слава написал на поэму «12 блока», я просто был в шоке и услышал, потому что я считаю, что вот эту вещь совершенно невозможно взять, потому что это дело не в гениальности блока, а в том, что из этой поэмы вышла вся наша трагедия. Матрос в белом венчике изрос, понимаете, который мы все время пытаемся Христа подменить матросом, и все воспринимают, что я ошибся, что должен быть матрос, а не Христос. Вот это трагедия. Россия пришла заплатить кровью, чтобы понять, что все-таки Христос в белом венчике изрос. Это был предвестник нашей крови, масштабной крови, которая залила всю Россию. Вот это и дело. А я хотел спросить, вы ничего не помните с этой пяти пластинами? Правда, на блока тогда сразу вышло 7, вам доставлено спеть. Какой-нибудь вы из песен хотите, я не слышу. На блока. Все, тогда романс вы позволите, да, спеть. Но это не значит, что надо расходиться, потому что у нас к вам очень интересное предложение. Мы надеемся, что... От которого нельзя отказаться. Трудно отказаться в этом случае. «Седое утро». Там, естественно, эпидроф Тургеева. Утреет звук по домам, Позвякивает колокольца. Ты хладно жмёшь ко моим губам Свои серебряные полицы. И я в который раз подряд Целую вольцы, а не руки В плечи откинутом назад Задор свободы и разлуки. Нет жизни и счастья до утра, Я находил не в этом взгляде. Мне этот голос пел вчера За гитарой Вместе на эстраде. Я молча на неё лежу, Сжимаю пальцы ей до боли, Ведь нам уж не встречаться боли. Что ж, прощай, я ей скажу, Прощай, возьми ещё калечко. Оденешь рученьку свою, И суклое своё сердечко В серебряную чешую. Летит, как пролетая тая, Ночь огневая, Ночь живая. Ты время помнить притушил, А путь снежком запорошил. Ну что ж, мы поблагодарим Станислава Ковенблита за минуты радости и удовольствия. Пусть эти цветы белые будут помонорожены. Я думаю, что мы будем встречаться, И люди будут приходить. И особенно мне было хотелось, чтобы были школьники. Приходили школьники, они воспринимают это замечательно. А постепенно мы дойдём до детского сада. Я думаю, что надо обязательно уже с детского сада начинать. Иначе мы опоздаем. И мы хотели бы вас всех пригласить не потому, что вы оказались столь терпеливы, а потому, что мы чувствуем, что здесь все очень едины в одном порыве такого сочувствия и восприятия сегодняшнего поэтического нашего настроения. Приломить хлеб, выпить грузинского вина, потому, что на сегодняшний день это всё-таки лучшее вино. И ещё раз в спокойной обстановке обменяться мнениями. Так что мы вас приглашаем на фуршет, который нам преподнесла мэрия, явив ещё раз поддержку культуры, хотя бы даже в таком виде символическом. Ресторан с золотым руном. И, ну, есть ли здесь директор двадцать? Да. Можно? Можно её поблагодарить? Давайте все на неё посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь, как говорится, Показать на сцене. Мы понимаем, вообще, как сложно начинать после этого винора. Нам не надо заступить. Симфоничное название. Зонщивость. Будем в зоне. И новую. И новую жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, к сожалению, не весь концерт слышала, но я смотрела передачу, познакомиваюсь с этими людьми, с организаторами. Я считаю, что это люди, которые взялись за очень тяжёлое, трудное, благородное и благодарное дело. Они работают на будущее. И я думаю, что пока это будущее в таких руках, интеллигентных, интеллектуальных, умных, у нас есть надежда на поживание. Так что спасибо тем, кто сегодня всё это сделал. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам огромное. Так, приглашаем всех вниз в кафе. Тоже в детище. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слово и дети. Здесь есть администратор, меня зовут Татьяна, она в черных очках, в черном платье, она в заседе, отлично, она вам все скажет, запишитесь. Спасибо вам большое, жалко, что мы о вас не знали. Все обнимительно, да? У меня вышло 76 кассет, 26 кассет, красивый завод, все тишина, а вот это головой, головой, по самой стране, не знаю все. Я привела с собой, чатка Мечушек, она у нас будет сейчас, ушли за машинцы, в школе за сезонцы, пошли за машинцы, пошли за машинцы, спасибо, я думала, что мы будем приезжать сюда, и теперь, я не знаю, теперь. Запишитесь там, чтобы помещение было. Сейчас, даже Татьяна, я могу, да? Будем жить, будем жить, Россия, все, все, все. Язык вам понравился, что вы сами бизамилиете? Очень хорошо. Строим язык. Строим язык, струйте, 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 струйте. И наоборот, почему вообще, если вы подошли. А вам понравилась девчушка? У меня это было просто неожиданно. Администратор Пономарёва мне говорит, а вы знаете, что в вашей песне, из экзотара Пономарёва поэты у меня все мои дети. Я говорю, ну, до воскресенья. Я выбрал лучшего. И она спасена. Естественно. Верим люди. Я сейчас книг соображаю, чтобы что-нибудь придумать. Умите вашу книжку. Повторяйтесь, ничего. Я люблю всё время разное. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Спасибо. Я хотела бы у вас признать. Ну, конечно, я бы об этом узнала много встречи на вашей школе. А ещё посрединственничество, а вот у нас здесь большая учебница, владыка в Северской области. А Московскую область? А мы на вас слышали. А вы слышали? Никто не объявил. Абсолютно. Просто то, что мне это понравилось, потому что я не сталкивался с вами раньше, и с вами знал, насколько он для учителей. Именно надо с учителями работать. У вас будет ли это курс? А вы? Конечно, можно. Вы, Татьяна, здесь, наверное, изучая, подойдите, оставьте свои координаты с этим всем подробнее. Она запишет и обязательно расскажет. То есть, если что, то есть можно вас пригнать? Можно меня, можно Анатолия Немина, например. Других лицов. Много. Уже давно сделано. Уже много есть. Даже сейчас попытаюсь. Нельзя давать один билет. Ну, это понятно. Надо выдавать два. Когда-нибудь два. А раздача билетов – это сумасшедшее действие. Просто у нас такой курс, остальных билетов там больше 100 человек у нас съезжают со всех районов. – Хорошо, давайте. – Да, это же она иду, да? – Она там, да. – Татьяна. – А не она билеты раздала? – Да, она раздала билеты. – Она. – Хорошо, спасибо. – Ну, спасибо. – Спасибо. – Спасибо.